Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития самарской губернии с руководителями городских и областных министерств и ведомств, региональными предпринимателями и политиками. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как сохранить память о жителях Куйбышева, участвовавших в легендарном Параде Победы 1945 года? Почему в Самарском школьном музее собрали информацию об участниках Парада 1945 года? Кто примет участие в Параде Победы 24 июня 2020 года на площади имени Куйбышева в Самаре? В нашей студии Инна Жичкина, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» и Владимир Ларионов, директор школы номер 120 городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Инна Анатольевна, Владимир Николаевич, добрый вечер и искренне рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Анатольевна, насколько я знаю, у вас есть еще и общественная деятельность определенная, помимо работе в партии. Вот скажите о ней, пожалуйста, для начала, в начале программы, чтобы зрители понимали, скажем так, в каком качестве вы здесь еще дополнительно присутствуете. Я являюсь исполнительным директором Российского военно-исторического общества в Самарской области. Ух ты как! Председателем у нас является Александр Борисович Фетисов. И, конечно, мы все эти годы реализуем наши международные, уже ставшие международными, патриотические проекты, как парад памяти, Самарское знамя. Вот об этом мы как раз и поговорим. Да, и сейчас новый проект, который инициировали, уже к нему присоединились все наши местные отделения, муниципальные районы, городские округа Самарской области в строю победителей. Вот, коллеги, назову вас так, потому что я по образованию историк Владимир Николаевич, директор школы и преподаватель истории. Вы, заместитель руководителя военно-исторического общества в Самаре, просто великолепно. Вот, знаете, вопрос очень профессиональный, но в то же время вопрос, наверное, для всех важный. Мы говорим о предстоящем 24 июня торжественном событии, параде памяти, о том, как Самарская область к нему готовится. Но почему так важен этот парад? Ведь просто так произошло в силу объективных причин, что вот пандемия этого COVID-19 просто потребовала переноса вот этого торжественного мероприятия. И президент Владимир Путин принял такое решение. И вот теперь мы празднуем, вернее, скажем так, мы еще раз дополнительно вспомнили об этой дате. Вот почему ее важно не забывать? Расскажите, пожалуйста. Ну, позвольте, да, Владимир Николаевич? Тогда, может быть, я начну, Владимир Николаевич обязательно продолжит, потому что мы понимаем, что это историческое событие для нашей страны. Так как подписан акт о капитуляции был 8 мая, да, но уже на территории тогда Советского Союза наступило 9 мая. И мы понимаем прекрасно, что подготовка к параду, она проходила в кратчайшие сроки, чтобы парад победы был проведен на Красной площади в Москве. И исторический парад 45-го года прошел именно 24-го июня. Принимал парад маршал Жуков, командовал Рокоссовский. И мы понимаем, что эта историческая дата Владимир Владимирович Путином была выбрана не зря. Поэтому эту историческую дату мы действительно должны не только рассказать жителям Самарской области, почему именно 24-го июня, что проходило, как этот исторический парад проходил. И, конечно, очень важно, в этом, наверное, и суть всех наших проектов, которые мы проводим, в чем связь с жителями Самарской области. Потому что в данном параде принимали участие, сейчас мы уже выяснили, 190 жителей Самарской области. И хорошо, что эту работу долгие годы проводили педагоги и учащиеся школы 120-й. Сейчас, когда присоединились... Как раз интересный факт, да. Конечно, мы хотим рассказать о том, какие судьбы этих людей, биографии этих людей, чтобы жители муниципальных районов и городских округов знали своих героев. Знали и готовились к параду 20-го года в честь 75-летия Победы уже с пониманием, что на их территории, в их городе себе тоже жил человек, который когда-то в 45-м году прошелся победным маршем по Красной площади в Москве. Владимир Николаевич, вот коллега, скажите вы, почему вот эта дата на самом деле важна? У меня есть его мнение, я сейчас чуть позже его выскажу. Я считаю, что мы в этом году празднуем 75 лет Победы. Но мы одновременно не должны забывать, что мы празднуем и 75 лет первому параду Победы. Первому. Действительно состоялся 24 июня 1945 года. И, не знаю, вот в свое время, 46 лет назад, группа активистов, учащихся, ну, конечно же, под руководством педагогов, они, ну, вот выбрали это событие, выбрали эту дату, которая в то время была намного ближе, чем сейчас. Но она не была, скажем так, так популярна при этом, так как сейчас. Мы о ней где-то несколько забывали. Мы все время 9 мая, 9 мая. Ну, так распорядилась тоже какая-то историческая, наверное, судьба, что День Победы все-таки 9 мая. Официально 9 мая, да. А это День Парада Победы. Но они неразрывны между собой. И поэтому, наверное, судьба тоже в этом году развернула нас всех именно к этой дате. Исторической дате. Да, исторической. Может быть, даже неспроста. Понятно, почему принято такое решение. Не потому, что там ситуация позволила провести все-таки тот долгожданный парад, который должен был состояться 9 мая. Но, наверное, и все помнили, все равно помнили, что 24 июня был парад. Это грандиозное событие. Не зря его называют парад. Не просто парад победы, а парад победителей. И, конечно же, я прям просто очень рад тому, что мои коллеги, мои старшие коллеги, они в свое время выбрали именно вот это событие, а потом уже на него нанизывали всю дальнейшую активную, поисковую, иную какую-то работу. И самое главное, вот я уже всегда об этом говорю, что, конечно же, у предыдущих поколений школьников и учителей, ну, нашей школы в частности, у них перед нами огромное преимущество. Потому что они эту работу начинали тогда, когда вокруг них было очень много живых участников этих событий. Здоровых, крепких, сильных. Здоровых, крепких, которые очень активно поддержали вот эту инициативу детскую, скажем так. И в данном случае были настолько активны, что вот все, что сейчас есть в музее, все, что собрано об этих участниках Парада Победы, жителях нашей области, это собрано, конечно, и благодаря им. Потому что Совет Музея многие годы возглавляли непосредственные участники Парада Победы, которые использовали свои возможности тоже, о возможности у ветеранов войны, особенно тех, кто такими наградами, там же герои Советского Союза, и полные кавалеры. Тогда все участники этого Парада, это были просто великие воины, вот говоря современным языком, это великие солдаты, великие бойцы, там других просто не брали. Ну и то, что дети выбрали, ну, потому что... Да, вы расскажите, как эта история изначально возникла. Владимир Николаевич, вот давайте, да, вот как раз важнейший вопрос. Потому что ведь интересно. Как эта идея появилась, и почему такой музей на 120-й школе, на Безымянке? Это же как бы не такой модный центр города. Может быть, достаточно прозаично, все равно это... А это Безымянка, рабочий, в общем-то, рабочий район, это заводы, это... Эвакуированный, в запасную столицу, в год войны. Не самый модный, наверное, район, но самый трудовой, но самый такой, знаете, боевой, самый, ну, в хорошем смысле слова... И собранный со всех регионов России. Со всех регионов России район. Советского Союза. Да, Советского Союза на тот момент. Вот как это вообще идея появилась? Вот как мне кажется, все-таки я тоже, наверное, вот в 1974-й год, 1974-й год, я вспоминаю, я, наверное, я тогда учился во втором классе. В другой школе, он тоже близко к Безымянке. А я еще не родилась. Близко к Безымянке. Продолжаем. На Металлурге школа была. И у нас тоже был в школе сформирован в то время музей боевой славы. Вот тогда была такая вот, ну, целенаправленная работа, когда действительно создавалась сеть школьных, музейных комнат сначала, а потом и музеев. Каждый выбирал себе события. Это было все на всесоюзном уровне. Конкурсы, какие-то акции. Вот в данном случае и история нашего музея тоже связана с одной из таких всесоюзных акций журнала «Пионер». Тогда такой был очень популярный. Уважаемые коллеги, мне подсказывают из студии, что есть звонок. Давайте пообщаемся со зрителями, а затем продолжим. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. У меня вопрос директору школы. Можно прийти в ваш музей, если у меня ребенок не учится в вашей школе? Да, конечно. Спасибо. Да, вот прийти, если вот мой ребенок тоже в вашей школе не учится. А ведь интересно же посмотреть. Да, конечно. Кроме того, особенно последние годы, с событиями Парада памяти 7 ноября, вообще проходит очень активная такая акция, музейный марафон, когда фактически целый месяц именно в этот период, в ноябре, а потом уже и в течение всего года, организуются специальные вот такие межшкольные обмены. Вот мы, например, за прошлый учебный год 2000 школьников других школ прошли через экскурсию в нашем музее, но это такие организованные, но можно и договориться, и вот о таких даже не организованных. То есть позвонить в школу? Да, конечно. То есть технология такая либо организована, это когда в ноябре, вы говорите, это происходит? Мы начинаем с 15 октября, тогда, когда был подписан приказ ККО о запасной столице. Да, вот последние три года музейный марафон однозначно, и каждый действительно выбирает, потому что музеевы поевой славы в городе Самары в области достаточно много. И у каждого есть своя тема. Вот у нас такая тема, которую выбрали тоже, вот я возвращаюсь к всесоюзной акции «Салют Победы» журнала «Пионер». Вот наша школьница шестого класса тогда, ну, выступила с такой идеей на активе, учитель истории, первый руководитель музея, Сидорина Илья Ивановна, поддержали. Сказала, да молодец! Ну, понятно, что всё равно какая-то всё вертелась мысль, идея. Просто здесь в данном случае, ну, вот я не знаю почему, потому что никто уже не может вспомнить, даже сама Лена Залялова, хотя это, конечно, сейчас Елена Камильевна Залялова, взрослый очень человек. Нашли эту девочку? По-прежнему живущий в нашем городе, да. В Самаре, в Самаре. Вот. Но до конца уже, конечно, никто не вспомнит. Просто думали о том, как действительно по-другому построить работу, связанную с историей Великой Отечественной войны. Нестандартно построить и живую сделать. Да, потому что, смотрите, вот музей называют музей участников Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Вроде бы музей об участниках. И вот лица смотрят на нас со стендов, участников Парада Победы. Но за каждым участником судьба человека, прошедшего всю войну. И фактически за каждым человеком история всей войны. И поэтому... А ведь вы знаете, я сейчас о чем подумал. Ведь это же на самом деле такая серьезная научная работа. Она, в общем-то, это работа даже не школьная. Она, по большому счету, достойна диссертации. Если так вот ей заняться глубоко и предметно. Там же сколько найдено? 190 человек в итоге участников Парада Победы. И начинали это вот школьники, обычные школьники, которые своими ногами ходили по городу, искали, договаривались, давали объявления и так далее. Да, плюс ветераны непосредственно. Был совет ветеранов музея, которые возглавляли непосредственно тоже участники Парада Победы. Вот именно книга, которая здесь лежит, «Строю победителей», в 2001 году была она издана. Вот в ней уже 187 фамилий. Которые в том числе в парке Победы уже были выковечены. Стелла есть, да, тоже, которая все имена увековечены на этой Стелле. И самое главное, что, конечно, даже по этой книге можно увидеть, что о ком-то несколько строк. О ком-то действительно целая прям череда и воспоминания, и биографии полнейшие. И о ком-то вообще, к сожалению, до сих пор только фамилия, имя, отчество. И, возможно, вот в составе какой группы, в составе какого полка, сводного. Но не забыли никого. Никого не забыли. Кого нашли, не забыли. Коллеги, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, посмотреть сюжет. Мы затем продолжим нашу беседу, обсудим и современную ситуацию, но и, опять же, вернемся к вашему замечательному музею. А сейчас давайте посмотрим сюжет. Да. День Победы День Победы – великий праздник для всех россиян. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, масштабные торжественные акции, которые традиционно проходят 9 мая, в этом году пришлось перенести, чтобы обезопасить людей. Теперь, когда эпидобстановка в стране постепенно стабилизируется, президент принял решение провести парад 24 июня. А шествия бессмертного полка предварительно назначены на 26 июля. Перед региональным оргкомитетом Победы стоит задача организовать проведение этих знаковых мероприятий в Самарской области на самом высоком уровне, при этом не допустить роста заболеваемости. Да, сложилось так, что исторический юбилей Победы мы отмечаем в особых условиях, когда страна борется с распространением и последствиями пандемии, инфекции. Поэтому пришлось на время отложить проведение масштабных торжеств и многолюдных праздничных мероприятий ради того, чтобы сберечь здоровье и жизнь граждан. Парады пройдут, конечно же, не только в Москве, но во многих городах. И, конечно, в столице нашего региона, в Самаре, разумеется, при соблюдении самих строгих требований безопасности, чтобы свести к минимуму, а лучше исключить риски для участников и гостей. Регион уже готовится к проведению Парада Победы. Предполагается, что в нем примут участие почти 1700 человек личного состава и более 60 единиц военной техники. В прохождении техники времен Великой Отечественной войны будет сопровождаться показательными полетами авиационной техники ЦСКА ВВС и ДОСА в России. Кроме того, по улице Чапаевской в районе площади Пульбышева планируется организовать выставку вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации. По предварительным расчетам военный парад будет проходить в течение одного часа. Пока из-за опасности заражения COVID-19 в регионе рассматриваются два варианта проведения парада – со зрителями и без. Если эпидемиологическая обстановка позволит провести парад со зрителями, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования, количество мест на трибунах будет сокращено до 5000. С целью осуществления контроля проведения термометрии при проходе на военный парад зрителями через КПП, будут также привлекаться медицинские сотрудники на каждый контрольно-пропускной пункт. В зависимости от количества приглашенных зрителей на трибуны, планируется привлечь медицинских сотрудников в лечебное учреждение необходимое количество. Кроме того, будет соблюден масочный режим. На входах людям будут предлагать обработать руки антисептиком. Чтобы предотвратить массовое скопление людей на точках входа, организаторы составят график прибытия зрителей на площадь. Инна Анатольевна, вопрос к вам, но я его задам чуть позже, потому что они подсказывают, что у нас есть звонок зрителя, а зритель – это самое главное на нашей программе. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и говорите, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня как раз вопрос для Инны Анатольевны. Если на параде будут зрители, то во сколько лучше прийти, чтобы спокойно зайти на парад? По традиции, на самом деле, мы просим всегда прийти за час до мероприятия, потому что мы прекрасно понимаем, что здесь, в том числе с сохранением социальной дистанции, тем более лучше это сделать заранее, для того, чтобы пройти без скопления, спокойно занять свое место и, соответственно, дальше уже наслаждаться событием без риска для здоровья. И мы понимаем, что на парад Победы у нас будут пропускаться жители Самарской области, которые не младше 18-ти и не старше 60-ти. Вот это очень важное замечание. То есть ни детей, ни людей 60+, даже не 65, 60+, к сожалению, но в связи с данной ситуацией, чтобы действительно все-таки минимизировать риски для здоровья этих людей, все-таки зрителями парада они могут быть как телезрители или принять участие в следующем году, потому что в этом году все-таки было принято именно это решение. Ну, а тем не менее, понятно, нужно как минимум за час прийти, чтобы спокойно пройти, вот пройти всю эту процедуру, необходимую, ну, в том числе, исходя из соображений безопасности, и затем спокойно начать смотреть. С учетом того, что у нас обычно зрителями парада становится 25 тысяч человек, то, естественно, лучше даже за два-полтора часа. Здесь у нас мы понимаем, что будет всего 8,5 тысяч, это максимально, а вообще речь идет о 5,5 тысячах, но все равно лучше за час. А вот мы как раз, собственно, об этом и хотели поговорить. Чем вообще будет отличаться вот этот парад в этом году, ну, вот в связи с известными событиями, в которые мы оказались все погружены? Ну, мы прекрасно понимаем, что в параде, естественно, примет участие 2-я общевосковая армия, и здесь основными участниками парада победы всегда является наша 2-я гвардейская общевосковая армия. Также будет задействована у нас историческая техника. Мы понимаем, что, ну, в том числе и по решению главы государства Владимира Владимировича Путина, бессмертного полка у нас не будет на параде победы, но 26 июля пока, да, мы планируем, что будет бессмертный полк. Площадка будет выбрана дополнительно. Это будет или площадь Куйбышева по традиции, или может быть набережная, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Подготовка идет, то есть сейчас тренируются военные? Да, подготовка идет полным ходом. Причем 12 июня, на День России, у нас будет исполнение 2-й гвардейской армии гимна Российской Федерации. Это будет и одна из репетиций парада, но при этом живое исполнение гимна, такое массовое. Поэтому, конечно, это тоже будет событие, интересно для того, кто хочет увидеть его на площади Куйбышева, могут прийти 12 июня. Но именно в сам парад 24 июня, в первую очередь, это прохождение техники военной, техники исторической и парадных расчетов армии. Здесь мы говорим о том, что все военно-патриотические клубы прохождения юно-армейцев пока у нас минимизированы. То есть юно-армейцы вообще принимают участие, поскольку опять до 18 лет. Ну и, соответственно, бессмертный полк, потому что мы понимаем, что это, естественно, массовость. Здесь мы переносим это все на 26 июля. Инна Анатольевна, будет... Празднование 75-летия Победы у нас просто растягивается на весь год. Это может быть тоже правильно. А для Самарской области мы начинали. Если помните, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров сказал, что юбилейные празднования начнутся с 7 ноября 1941 года, то есть, соответственно, с парада памяти. И мы такой информационный мост перекидывали до 45-го. И закончится, конечно, десятилетием парада памяти, который 7 ноября этого года пройдет. Салюты будут. Да, салюты. И в Самаре, и в Тольятти, во всех муниципальных районах и городских округах у нас будут праздничные салюты Победы. Коллеги, вот о чем бы хотел поговорить и к чему бы хотел вернуться. Я обещал сказать, почему я считаю парад 24 июня таким важным. На мой взгляд, там произошло, вы знаете, вот такое ритуальное событие, ритуальное, когда знамена гитлеровской Германии пронесли и бросили на Красной площади перед Мавзолеем. Это, ну, такое символическое действие. Если я не ошибаюсь, из 900 захваченных знамен 200 пронесли. Говорят, что потом их сожгли, а то место, где они лежали, его помыли, чтобы даже следа не осталось вот от этого всего на нашей земле. И вот в этом, как бы, ну, на мой взгляд, наверное, такой символический смысл вот всего этого действия. Вы знаете, вопрос вот вам всем. Откуда вот этот интерес к истории страны, военной истории, Ирина Анатольевна? Вот вы занимаетесь в рамках военно-исторического общества парадом памяти. У нас уже, если не ошибаюсь, 9 лет проходят... В этом году 10-й юбилейный будет парад. Да, 10-й юбилейный парад 7 ноября 1941 года. Посвященный 7 ноября 1941 года, который проходил в Куйбышеве. То есть потрясающая запасная столица, где производили оружие, где лечили раненых, где ковали победу, и где была, по большому счету, такая штаб-квартира, современным языком говоря, запасная. Да, причем мы были не только политической столицей, мы были в том числе дипломатической столицей, потому что представители 22 государств, почти два года проживали у нас, работали, принимали важнейшие международные решения. Именно здесь у нас работали все иностранные корпункты. Вам, как журналисту, тоже это интересно, потому что отсюда вещало у нас на весь мир и сводки со Фонформбюро, наш легендарный Левитан. Мы понимаем, что именно здесь была и культурная столица, потому что не только Большой театр, Ленинградский драматический театр, в том числе Всесоюзная, оркестр Всесоюзного Гостелерадио, у нас очень большое количество было в запасной столице, сосредоточено научных деятелей, деятелей культуры, политиков. И мы, естественно, понимаем, что событию Куйбышева, запасной столицы, мы посвящали парад памяти историческому параду, который во многом приравнивался к хорошо спланированной военной операции, потому что 25 600 бойцов принимали участие в этом параде, 178 тысяч гражданского населения. Это был единственный за всю историю войны воздушный парад. И, конечно, когда в 2011 году мы начинали, мы понимали, что важно напомнить подрастающему поколению именно об этом историческом событии. Но при этом у нас же каждый год тематический парад, поэтому мы посвящали его и полководцам Победы, и оружию Победы. Причем оружию Победы посвящали тогда, когда было 110-летие Дмитрия Федоровича Устинова, тоже нашего уроженца города Самара, который долгие годы возглавлял Министерство обороны Советского Союза. — Коллеги, прошу прощения, у нас остается 2,5 минуты, а время лисит очень незаметно, а вопросов еще очень много. Вы знаете, вот вопрос, наверное, для вас, Владимир Николаевич, в первую очередь. Сейчас, насколько школьники хорошо реагируют вот на ваш совершенно замечательный вот этот музей? Как охотно они участвуют в его работе? И кто им руководит этим музеем? Музеем руководит по-прежнему учителя истории, как и предыдущие, поэтому я еще раз хочу назвать имена всех руководителей музея. Сидорина Лилия Ивановна, Анифедова Елизавета Дмитриевна, Демидова Ирина Николаевна. Это наши все учителя истории. И другие учителя истории, которые формально не являются руководителями, они тоже активно принимают участие. Дети, да с интересом, потому что, понимаете, музейная форма работы, если так вот сухим языком сказать, это, наверное, один из самых лучших способов приобщения детей к нашим великим историческим событиям, особенно к событиям Великой Отечественной войны. Через судьбу человека, а еще лучше сказать даже человека, который ближе всего все равно был, он уроженец нашей области, жил в нашем городе, области, он, может быть, даже был сейчас родственником. Это самый лучший тоже способ. Инна Анатольевна, прошу прощения, вот в этой ситуации вопрос, просто времени очень мало, поэтому стараюсь побыстрее. Вот в этой ситуации есть возможность сделать большой музей, потому что проект совершенно замечательный. Вот какие перспективы, как увековечить память тех 190 героев, просто великих воинов, которые участвовали в этом, повторю, в этом параде, и как развивать этот проект? На самом деле, поэтому мы и стали сейчас этот проект реализовывать на территории всех муниципальных районов. У нас 190 фамилий, разбитые по всем городам и районам. Увековечивание будет. И благодаря тому, что у нас будут памятные доски, школьные музеи, школьные уголки, отдельные улицы, мы понимаем, что в каждом районе должны знать своего героя. И здесь как раз важно, чтобы не только у нас подрастающее поколение присоединялось, но многие жители и среднего возраста, старшего, знали, да, кто герой из их города и района. Поэтому 25 акций, присоединяйтесь. К концу мы будем присоединяться, и мы в следующих программах обсудим этот замечательный проект. Напоминаю, в нашей студии была Инна Жичкина, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» и Владимир Ларионов, директор школы номер 120 городского округа Самара. Помните наших предков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова